Первая говорящая Чихуахуа Софи Привет! Сегодня видео называется «Вопрос-ответ для Софи». Я буду задавать ей 15 самых популярных вопросов, которые вы задаете ей в ВКонтакте и в комментариях на Ютубе, а Софи будет отвечать. Ну что ж, поехали! Первый вопрос для Софи. На что вы снимаете? Мы снимаем в разное время по-разному. И на камеру Canon 6D, и иногда на iPhone, и на GoPro. Второй вопрос. В чем вы монтируете свои видео? Программа называется Adobe Premiere CS6. Иногда работаем и в After Effects. Вопрос номер три. Вернетесь ли вы когда-нибудь в Россию? Конечно, мы вернемся. Обязательно. Конечно. Вопрос номер четыре. Были ли у Софи и у Эйвена щенки? Нет, и не будет. Ни у меня, ни у Эйвена. Я стерилизована, а Эйвен кастрирован. Софи, вопрос номер пять. Сколько вы весите? Мы, честное слово, не знаем. Около 4 килограмм. Вопрос номер шесть. Какого вы размера? Ну, мы явно не мини. Вопрос номер семь. Один из самых популярных. Сколько вам лет? Мы родились 6 ноября и 6 апреля 2011 года, так что считайте сами. Вопрос номер восемь. Какой кон вы едите? Мы приверженцы сухого корма. Но здесь, на Пангане, мало хороших зоомагазинов. Поэтому мы решили перейти на натуралку. Вопрос номер девять. Софи, есть ли у тебя личная страничка ВКонтакте? Нет, у меня нет своей личной страницы ВКонтакте. Вопрос номер десять. Сколько раз в день ты кушаешь? Раньше еда стояла в свободном доступе, но в Тайланде оставлять еду в открытом доступе нежелательно. Из-за разных насекомых, постоянной жары. Поэтому сейчас мы кушаем два раза в день. Но у нас нет четкого графика. Вопрос номер одиннадцать. Какую породу собаки выбрать? Я бы хотела сказать, что породу нужно выбирать в соответствии со своим характером и своими возможностями и целями. Вы же не станете покупать чухуахуа, если у вас цель охрана дома. Или наоборот, если у вас квартира очень малюсенькая и вы хотите просто друга для прогулок и поспать вместе, вы же не будете заводить мастику. Или если вы не особо любитель долгих прогулок и активных игр, то не стоит заводить, например, Джек Рассела. Я обязательно сделаю видео о том, какие породы подходят для квартиры, для детей, для дачи. Или у какой породы какой характер. Но выбирать вы все-таки должны сами с учетом всех моментов. Ведь нельзя завести собаку, к которой вы не можете дать то, что ей необходимо. Двенадцатый вопрос. Как назвать свою собаку? То же самое и с именем. Все зависит от вас. Имен существует огромное множество. И вряд ли стоит обращаться за помощью к интернету или незнакомым людям. Вы можете найти список имен, посоветоваться с друзьями об уже предполагаемых кличках. Но выбирать имя и назвать собаку вы должны сами, в соответствии со своим и ее характером, и вашими желаниями, и интересами. Вопрос номер тринадцать. Самый популярный, наверное. Как уговорить родителей купить собаку? О да, это один из самых часто задаваемых вопросов. Я, конечно, сделаю отдельное видео об этом. Но самое главное, что вы должны помнить, что собака – это большая ответственность. Вы должны уметь нести ответственность за кого-то другого. Недостаточно иметь много знаний и быть начитанным в этой сфере, что тоже очень важно. Нужно уметь ухаживать за питомцем и быть ответственным за него. Ведь он зависит только от вас. И чтобы родители были в вас уверены, вы должны доказать, что способны о ком-то заботиться. Начните с себя. Мойте за собой посуду, прибирайтесь, делайте вовремя уроки, старайтесь хорошо себя вести и учиться, чтобы родители видели, что вы готовы к большей ответственности. Простого желания хочу и все – недостаточно. Вопрос номер 14. Правда ли, что Чихуахуа злые? Нет, это не правда. Все зависит от того, как вы воспитали свою собаку. Посмотрите на нас с Сейвеном. Разве мы злые? Нет, все дело не в нас. Мы не виноваты в том, в чьи руки мы попали и как к нам относились и воспитывали. И вопрос номер 15 от Ольги Кресниковой. София и Анна. Я хотела спросить, кто вас натолкнул на мысль снимать Софи? София, расскажи, кто нас натолкнул на эту мысль? Никто, мы сами это придумали. Точнее, это придумала моя мама Аня. Когда она увидела меня, какая я милая и как мы с Сейвеном играем, она решила, что нужно это снимать на видео. С этого все и началось. Спасибо большое, София, что она ответила на самые популярные вопросы, которые вы задавали. Надеюсь, теперь у вас этих вопросов не возникнет, а если они возникнут, и тот, кто увидел этот вопрос, может послать человеку, который спрашивает это в видео. Потому что иногда все-таки у нас нет времени отвечать на все комментарии. Спасибо большое и будет вам счастье. Пока-пока. И будет вам счастье. Пока-пока. Мам, что-то мне кажется, из-за этого солнца и ветра в глаза я выглядела как-то слишком серьезно. София, ты выглядела как всегда прекрасно. Да? Ну ладно. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!